Субтитры создавал DimaTorzok Старшее поколение встретиться, пообщаться и вспомнить прошлое. Воды не было, колодцы копали. Сейчас, конечно, лучше. Вода в доме, газ в доме, топить не надо. Включил все, отопление. И свет, и телевизор, и все. А раньше уже ничего не было. А сейчас вот тот день города, тот день села. Вот теперь придумали. Какая-то отдушина. Кроме того, на территории школы работал передвижной флюорограф, где каждый пришедший на праздник мог пройти бесплатное обследование. Это было организовано городской больницей центральной. Не без участия, конечно, администрации города. Чтобы обследование провести, всех желающих приглашаем прийти. Мы сегодня провели, уже 40 человек приняли, посмотрели. На детской площадке школы проходили спортивно-развлекательные мероприятия. Для маленьких жителей села были организованы различные конкурсы. Дети активно участвовали во всех соревнованиях. В переносе воды в коромыслах на время, где главным условием было не расплескать содержимое ведер. В игре дартс, разбивании кувшина палкой с закрытыми глазами и во многом другом. Чтобы люди собирались, веселились, участвовали в конкурсах. Было очень весело, много призов. Я много где участвовала в конкурсах, выигрывала. Для почетных гостей из администрации и Совета городского округа была организована экскурсия в Свято-Софийский храм. В июне он отметил свой 100-летний юбилей. Посетители смогли узнать историю восстановления храма с 1993 года, о том, что из Покровского его переназвали Свято-Софийским, в честь Софии Премудрости Божьей. А также настоятели храма рассказали об истории появления Марфо-Мариинской обители Милосердия для престарелых, бездомных и детей всех возрастов. Мы как-то с ними так подружились, очень хороший батюшка. Вот он мне привез подарок, эту икону. Даже то, что там уже написано, там насыщена частичка мощей, которую никому не дают. Когда батюшка стал просить, не частичку вот здесь, вот сюда, здесь частичка мощей, а вот он приходит и говорит, я на русский въел дать. Это чудо, да. Далее для гостей мероприятия состоялась праздничная программа «Живи, село мое родное». И мне приятно всем вам говорить, желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы надавали сериал «Золнце» ярче, чем на Матагаскаре, чтобы достали чили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Поприветствовал и поздравил жителей и гостей села председатель Совета городского округа Олег Астахов. Самое главное в этом празднике и в нашем селе – это люди, то есть вы. Ваши предки коллективно трудились, ваши деды защищали родную землю в годы Великой Отечественной войны, ваши отцы и матери встречали и помогали сиротам военных лет, труженики тыла, обеспечивали сельскохозяйственной продукцией весь город и всю страну помогали. Сегодня другое время. Сегодня время тех, кто начинает свое дело и не боится его развивать. Город делает все, чтобы поддержать этих инициативных людей. По традиции в рамках мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены передовики труда, семьи, активно занимающиеся благоустройством подворий и многодетные, а также ветераны Трудового фронта. В 1871 году сюда прибыли переселенцы из Тамбовской губернии. Им понравилось это место. И вот уже сегодня мы празднуем 146 лет селу. Село живет, село развивается. У села своя история, свои герои, которых ежегодно мы празднуем с учениками, отмечаем, вспоминаем, чествуем память тех, кто ушел на войну. А ушло где-то больше 150 человек, и многие-многие не вернулись с войны. Многогранность истории села помнят не только взрослые, но и молодое поколение. Они с гордостью говорят о родном крае. Что это память, чтобы мы помнили, что наши прадеды 146 лет назад на таком красивом месте, на излучине реки Белый, основали такое замечательное село. Я в этом селе первый раз, и мне понравился праздник тем, что весело, народ пришел много, и организованы хорошие игры, в которых можно поучаствовать от младшего до возраста. И красивые песни поются. В завершение мероприятия выступили вокальные ансамбли, артисты и коллективы художественной самодеятельности города Кумертал.